Здравствуйте, Отец Александр! Добрый день, Инесса! В особое время мы вступаем. Это время Великого Поста, время, данное нам для осмысления и переосмысления собственной жизни. И перед самым началом поста церковь вспоминает об изгнании Адама из рая. Да, совершенно верно. Мы входим в этот важный период жизни, но очень милостивно, по-мягкому, бережно. Как человек, который в холодную воду заходит, ножки мочит понемножку. Мы с вами сейчас разговариваем в последние дни масленицы сыропустной седмицы, когда мы отпускаем сыроедение, молоко, рыбку. И с удовольствием это делаем, празднуем. Но понимая прекрасно, что мы таким образом настраиваем себя на соблюдение строгого поста. Когда-то давно пост понимался не так, как диетологически. Это было не от сечения, а от коронной пищи, от растительной, а скорее полное воздержание. Как, например, сейчас до сих пор постятся мусульмане. Абсолютно верно. Вот так же, абсолютно так же, постились и православные христиане когда-то давно. Так было принято пост христианина, он тоже заключался в том, что я воздерживаюсь от всякой пищи до определенного времени. Обычно до позднего вечера, где я могу уже там немножко перекусить и лечь спать. И следы этого остаются до сих пор на Галеи Афон, особые подвижники среди монахов, они вот от прощенного воскресенья, например, до среды ничего не вкушают пищу. Пока первые или другие прежде священных даров не совершатся, и они не начинают питаться. Современному человеку, конечно, это очень тяжело. Мы сталкиваемся с голоданием и в церковной жизни, это и в христический пост, когда мы перед причастием не вкушаем ничего и не пьем. Это важный аспект. Но когда мы говорим о длительных постах, мы все-таки стараемся уже по-современному подойти к этому вопросу. Поэтому, воздерживаясь от определенных продуктов, Великий пост нас призывает воздержаться, от мяса, от рыбы, от молочных продуктов, ну и, конечно, от различных излишеств, от сладостей, от изощренной еды такой, очень дорогой еды, мы призваны переключить фокус с нашего желудка и кишечника все-таки на что-то более духовное, на нашу душу и на наш дух. И это происходит уже на Сырной Седмице в среду и пятницу на этой неделе. Прихожане храмов, где службы совершаются каждый день, могли заметить, что там богослужений не было. Точнее, они были, но не было привычной божественной литургии, не было возможности причаститься. Это строгое соответствие уставу, где сказано, что в среду и пятницу Сырной Седмицы не положена божественная литургия. Мы начинаем уже задумываться, как и постом христианин лишается этой великой радости постоянно, регулярно участвовать в Таинственном Прочащении. Но и видим, что уже службы имеют постный характер. И напевы появляются те же самые. И впервые звучит молитва Ефрема Сидина. И поэтому это важно. Те, кто на этой неделе имели возможность, они уже как бы ножкой одной вступили в пост. А не так, как в основном люди думают, что только завтра вечером они впервые услышат что-то постное. Нет, церковь уже приготовила нас к этому. Но вот таким ключевым входом, дверями является этот воскресный день, который в народе, конечно, зовется прощенное воскресенье. Когда мы в течение всей недели старались навестить друг друга, угостить блинами, угоститься где-то еще и наладить мирные отношения со всеми нашими родственниками, коллегами, знакомыми, друзьями. Но если вдруг не успели, вот у нас есть последний день, когда мы звоним или пишем и просим прощения. Говорим, прости меня, пожалуйста. Я тебя наверняка чем-то обидел или задел. Очень хочу, чтобы это не повторялось. Я тебя очень люблю, давай мирно жить дальше. Давай встретим пост вот в этом благорасположении духа. И поэтому мы знаем, что вечером этого дня совершается особый чин, чин прощения. Он особый для нас, потому что мы не привыкли к нему. Тем, кто живет в закрытом обществе, там, монастыри, духовные школы, они знают, что чин прощения совершается каждый вечер. Перед тем, как ложиться спать, братья друг у друга или сестры, и спрашивают прощения, потому что они понимают, что это может быть последний их день, и они друг друга больше не увидят. В приходских храмах так не принято, но вот мы видим, что в прощенное воскресенье, так же все после вечерней службы, начинают просить прощения, начиная со священнослужителей, заканчивая до порой совершенно неизвестных, чужих людей, у которых мы просим прощения, потому что, ну, так принято, надо, чтобы совсем обиды не было. Ты же мог о ком-то плохо подумать, кого-то задеть, кому-то на ногу наступить, с кем-то не поздороваться. Обидеть человека проще простого. Гораздо тяжелее его как-то расположить к себе, подарить ему свои какие-то, ну, приятельские отношения, внимание свое, это гораздо сложнее. Так что вот мы вспоминаем в этот день по порядку, да, и необходимость нашу уже остепениться, отложить праздник, потому что действительно Адам, он понял, что он потерял. Ему казалось, сейчас я выйду, как Бог самостоятельный, наведу порядок в этой жизни, а как только вышел из рая, осознал, что потерял, и горько рыдал, и плакал. И мы тоже осознали, и осознаем, что мы теряем каждый раз, когда отказываемся от Бога. Когда мы вместо него выбираем еду, развлечения, власть, еще какие-то губительные страсти или страстишки, которые мучают нас, мы их ставим вперед, самого Бога, который есть источник жизни, и, естественно, сами себя этим мучаем. Так вот, когда, да, как не здесь, попросить прощения у него, у других, и с чистой душой, и совестью входить в пост? Уже завтра вечером, в воскресный день, начнутся постные службы. За богослужением священник и весь храм будет переоблачен в черное, начнутся постовые напевы, и будут звучать первые молитвы, которые призывают милость Божию на тех, кто решился этим великим постом понести этот непростой, но очень важный крест. И все, последний раз, вкусив вечером с родными скоромной еды, и мы вступаем в совершенно новый, удивительный, но и уже немножко долгожданный период Великого Поста. О значении и важности Великого Поста мы еще будем говорить в наших последующих программах, а сейчас хотелось бы поподробнее поговорить о первой неделе Великого Поста, чем она примечательна, чем она важна. Первая неделя Великого Поста вводит нас в сам пост. Это так же важно, ну, как первая неделя работы на новом месте, первой неделе учебы в новом классе. То есть человек присматривается, привыкает, даже если он все прекрасно знает, ну, давайте будем честными, за год не то что знание, да, даже само ощущение, там память какая-то мышечная, она очень ослабевает. Поэтому человек как бы все по-новому воспринимает и входит вот в этот период постной своей деятельности. То есть постом мы что знаем, да, мы от чего отталкиваемся? Мы не развлекаемся, мы не тратим время на суету, мы больше внимания уделяем не земному, а небесному, духовному. Поэтому прежде всего человек, по идее, начинает Великий Пост с молитвы. И молитва, она может быть частной, но она должна быть и общественной. И мы понимаем, что у всех работа, но есть люди, которые берут отпуск именно на период первой недели поста, последней недели поста, светлой седмицы, чтобы вместе со всей церковью прочувствовать это. Это чрезвычайно важно. И поэтому для того человека, у которого есть такая возможность, прийти в понедельник утром в храм, это чрезвычайно важно. Потому что он настраивается на этот новый постный лад церковной жизни. Те люди, кто приходят в храм только по выходным, у меня для них грустная новость. Они, к сожалению, не почувствуют Великого Поста. Потому что субботний и воскресный день – это все-таки выходные дни. И они имеют свое праздничное состояние даже постом. Придя в храм в эти дни, человек увидит фиолетовое облачение и услышит точно такое же обычное пение, присутствие на такой же обычной службе, ну, может быть, чуть-чуть длиннее, как и обычно. Это не изменит ничего в его духовном состоянии. Надо постараться выбраться постом хоть раз за все эти недели на будничную службу, чтобы испытать вот именно постную молитву нашу. Когда меняется не только цвет облачения и напевпис на пение, а когда меняется весь ход и строй службы, она внезапно из часовой превращается в восьмичасовую. А мы и часто порой не привыкли стоять. А здесь нужно на ножках, да с регулярными земными поклонами, да постоянно читается псалтирь, причем ее читается так много, на любой вкус и цвет. В начале, в конце поется, читается, пропивается, читается внизу, наверху, читается в середине храма, читается священникам, читается чтецом. Ее очень много, а это важно, она назидательна. Мы регулярно слышим «Господи, прости», «Господи, помилуй». И это очень настраивает нас. Для человека, может быть, кто впервые поприсутствует на этом богослужении, и оно будет очень трудным, непонятным, тяжелым. Но мы входим в него, и вся церковь всю первую неделю поста уделяет время молитве, откладывая земные попечения, такие необходимые и важные, на момент после, на это небольшое количество дневного времени, потому что вечером будет тоже важная молитва. В понедельник, вторник, четверг мы не можем причаститься. По уставу не положены Великим Постом в будние дни службы, когда мы можем причаститься. Да и вообще все будние дни не совершается божественная литургия. Ни святителя Иоанна Затауста, ни святителя Василия Великого. Лишь в среду и пятницу совершается литургия прежде освященных даров. Название говорит само за себя. В воскресенье накануне были освящены дары, которые потом хранятся на престоле так, чтобы они не засохли. И мы за литургией прежде освященных даров причащаемся в среду и в пятницу. И имеем возможность, пусть не в классическом, привычном нам режиме, но хотя бы этими дарами причаститься и соединиться с Господом. Представьте себе, насколько это важно было для людей. То есть они старались как можно чаще причащаться, хоть каждый день, что для них это было лишением. Для современного человека, который порой говорит, я уже в этом году причащался, или моя норма раз в месяц, он даже не почувствует, в чем проблема-то. То есть мы лишены вот этого аспекта. Конечно, это тяжелые службы. С земными поклонами, с таким очень непривычным гудением в ушах и в ногах, когда идет там пятый, шестой час, но с удивительными постовыми напевами, с удивительным покаянным настроением, с удивлением от своего организма и от себя, что ты можешь их выстоять, и ты начинаешь понимать, о чем у них в этих молитвах и песнопениях поется, и ты просишь Бога о самом-самом нужном. Не о том, чего хочет тело, а о том, что нужно душе. О победе над грехом, о стремлении к соблюдению заповедей, об изменении собственной жизни. Вечером, в первые четыре дня, за Великим Повечением, которое будет регулярно совершаться вечером в будни невеликого поста, читается особый канон. И это важно, потому что для людей это сразу служба обретает особую значимость. Канон великий, покаянный, святителя Андрея Клицкого. Этот святой много написал канонов на самые разные события, в том числе праздничной церковной жизни. Но одним из самых его известных творений является личное творение о себе. Он как стареющий человек написал гимнографическое произведение, которое плачет о своих грехах. Что я старик, близится моя смерть, и я вижу свою жизнь и понимаю, какая она была грешная. Господи, прости меня. Но будучи удивительным, талантливым гимнографом, настоящим богословом, святитель так это делает необычно, что помимо обычных «помилуй меня, Боже, помилуй меня», в кондаке этого удивительного канона он зашифровывает столько сведений, которые, если человек не живет церковной жизнью, канон будет просто ему непонятен. А для своих учащихся, например, взрослой воскресной школы, я таким образом провожу экзамен. Я говорю, у нас с вами экзамен. Приходим на канон Андрея Критского, а после него обсудим, все ли вы поняли. Потому что в первых семи песнях этого канона, во всех четырех частях, автор вспоминает Ветхий Завет. И он сравнивает свою душу каждый раз с праведниками, которые поступали правильно, но и вспоминая людей, которые поступали грехов. И там раз за разом появляются самые разнообразные имена. Авраам, Лия, Рахиль, Саак, Белхиседек. И это очень хороший повод человеку встрепенуться и вспомнить, а я-то Библию давно открывал. Я ее вообще от начала до конца прочитал. Я верующий человек-христианин. А я Ветхий Завет брал? Да, я Евангелие могу читать каждый день, понемножку. А Ветхий Завет давно я брал в руки? А помню ли я, о какой такой Лии говорит автор? А почему он ее сравнивает с Рахилью? А почему превозносится здесь какой-нибудь Рувим, если я вообще не помню, кто это такой? Это важно, это очень промыслительно, потому что только понимая, о ком идет речь, человек может понять, что имел в виду святителя Андрея, о каком грехе, о какой добродетели. И в то же время повторяя, закрепляя знания священного писания, которые необходимы, жизненно необходимы для каждого христианина. Нельзя просто быть верующим, потому что я верю. Нужно регулярно подпитывать свою веру, в том числе знанием, знанием самого базового священного писания и священного предания. И вот все эти четыре дня совершается великий покаянный канон Андрея Критского, который, конечно, увеличивает великое повечерие, но в этом что-то есть. Вот эта темнота за окном, свечки в руках у прихожан. В нашем храме, например, святого великомученика Георгия Победоносца в северном поселке по улице Оптической, мы стараемся совершать его в 19 часов вечера, чтобы люди успели добраться после работы. Да, конечно, мы достаточно поздно заканчиваем, но прихожане потом стараются друг друга милостивно проводить до дома, отвезти на своей машине. Но вот это ощущение темноты за окном, тишины вот этой вечерней и наших коленоприкладенных молитв, чтение вот этого удивительного гимнографического произведения, которое хором повторяется, покаянными напевами библейскими. Удивительное песнопение «Душе моей, о душе моей восстанье», «Что спиши», «Конец приближается», которое будет буквально нашу душу и призывает ее восстать, встрепенуться ото сна и заняться, наконец-то, своими делами. Нас не надо долго заставлять гладить, убираться, мыть, особенно женщин, мы знаем, как это важно. Но не менее важно навести порядок в своей душе. Пора выдергивать сорняки, пора наводить генеральную уборку, пора вытравить всех внутренних тараканов и бесов, которые портят наши отношения с Богом и портят блаженство, счастье быть человеком и жить на этой земле. И когда, как невеликим постом, все это делать? Под конец недели, нас после праздничного такого богослужения для других прежде священных даров в пятницу, ожидает канон великому ученику Феодору Тирану и освящение Колева. Здесь очень важное такое нужно сделать ремарку о том, что это за память, что это за удивительный святой. Были времена, когда христиан гнали. Сейчас это кажется, ну, как это может быть? Посмотрим, например, Украины. Очень спокойно. Та церковь, которая пытается стоять на каноническом положении, бывает гонима и государственными структурами, со всем аппаратом машины государственной, и людьми, которые настроены против. Поэтому все это реально. И когда мы вспоминаем о первых веках, когда вот, пожалуйста, все закрыто. Если ты христианин, для тебя ничего невозможно. Но император хотел еще поглумиться над христианами, и он открыл им доступ к рынкам. А вот на рынках окропил всю еду идоложертвенной кровью. То есть, по идее, это должно христианина осквернить. Он сам того не зная, принес жертву какому-то деревянному или металлическому башку, придав память Иисуса Христа. И зная, насколько это важно для людей, Бог послал людям весть через великомученика Федора Тирона, который, явившись, предупредил местных жителей об опасности вот такого неведомого имя греха, и сказал, вы обойдетесь спокойно и без вот всех яств, которые на рынках пребывают. Соберите пшеницу, заварите ее с медом, добавьте туда, что у вас есть там из орешков. Вот. И вы на этом колоридном, таком питании, достаточно долго продержитесь. И действительно, с тех пор вот в память об этом чуде стали люди в начале поста на память, перед памятью, сама память в субботу великомученика Федора, освещать вот Колева, которая, знаете, очень так подбадривает человека. И как бы вот после такого длительного поста, плюс в пятницу уже богослужение обычно совершается утром в большинстве храмов, и в середине дня только бывает причастие, где в час, где в два. Это такое удивительное подкрепление. Колева кажется всегда очень вкусным. Мне кажется, его даже невозможно невкусно приготовить. Его несут в свои дома, угощают деток, напоминают им об этом удивительном событии, лишний раз удивляются, поражаются и берут пример стойкости и мужественности христиан того времени, что для нас порой, наверное, уже где-то не актуально. Точнее, актуальность есть всегда, но вот мы порой уже слабы по сравнению с христианами того времени. Таким образом, вот вся эта насыщенная неделя призывает нас не оставлять внутреннего делания. Но помимо общей молитвы, которая зачастую невозможна, потому что мы работаем, с работы возвращаемся поздно, уже и канон Андрея Критского не успеваем застать, можно сказать, ну, все, да, я приду в воскресенье, увидимся. Все-таки не так. То есть, если человек не может посетить общественное богослужение, он должен усугубить свою частную молитву. То есть, во-первых, меняется образ жизни. Если мы привыкли смотреть милые видео с котятами из Ютуба, листать ТикТок или, может быть, там больше времени проводить за политическими новостями, теперь мы стараемся себя сдерживать. Мы стараемся какую-то минуту своего свободного времени посвятить чему? Ну, неприятным, неинтересным, но полезным вещам. У кого-то учебе, у кого-то какому-то неприятному делу, которое он долго откладывал. И, конечно, в духовном плане мы читаем Ветхий Завет, вдохновляемся, вспоминаем. Мы изучаем свою веру. Может быть, это будет какая-то полезная книжка Святого Отца, ближе к нашему времени или дальнему, это неважно. Мы стараемся свободную минутку помолиться, пусть даже своими словами обратиться к Богу. Пока едем на работу, пока есть обеденный перерыв, пока мы возвращаемся обратно. Белосердный Господи, впереди такой важный период. Дай мне не упасть в грязь лицом, не расстроиться, если вдруг у меня что-то не получится. Дай мне помнить, для чего этот пост нужен. Что это не диета, чтобы я похудел или похудела. Что это не время для измерения уровня моей гордыни. Вот ох я целую неделю продержался, и ничего не... Я теперь самый святой, святее всех святых. Это не время, когда я хожу грустный и злой, потому что еды нет, и кидаюсь на всех людей. Куда вы меня позвали на праздник? У меня пост. Нельзя мне это пирожное, оно с яичным порошком. А когда я не теряю вот эту вот жизнерадостность и любовь к людям, и готов и порошок яичный съесть, только чтобы человек был рад и счастлив, что он меня угостил, и я доволен, что человек тоже доволен. Ну и, конечно, вечером нам никто не мешает. Даже если мы очень поздно пришли домой, кому-то вместо, а кому-то и вместе с вечерними молитвами прочитать вот эту часть, она разделена в книжке, первую, вторую, третью, четвертую, канона святого Андрея Клицкого, чтобы лучше прочувствовать необходимость в покаянии. Ведь Великий пост – это время, когда мы работаем над собой. Наши глаза вот так вот оп и внутрь себя. И мы не за другими смотрим. А, какое у нее платье. А, как он себя неправильно ведет. А, выстроил себе дом. Ага, как он неправильно себя повел. А, себе. Мы смотрим. Вот здесь я раздражаюсь. А здесь кричу. Вот надо убрать. Ага, здесь я поболтать люблю очень сильно. А надо бы, наверное, помолчать. А здесь без телевизора мне тяжело. А вот я его выключил, и мне сразу трудно. И как я собираюсь в рай попадать? В раю-то телевизора не будет. И вот таким образом мы занимаемся самоисследованием, самоанализом, который приводит нас к необходимости покаяния. И об этом покаянии говорит автор канона великого, покаянного. Когда к каждому этому тропарю, да, канону, мы говорим, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Это должно стать нашим литмотивом на период всей Святой Четыридесятницы. Мы должны почувствовать в себе то, что обычно не принято. Нам говорят наоборот, да, поверь в себя. Ты этого достойна. Бери от жизни все. Ты самый лучший. Но порой приходит время, когда нужно сказать, я самый страшный грешник на этой земле. Я позволяю себе так обижать Бога. Я позволяю себе так говорить с другими людьми. Я так не ценю Богом данное мне время, силы, мои таланты. Я ленюсь. Я не хочу меняться. Я хочу, чтобы все слушались только меня, чтобы меня любили, чтобы мне приносили подарки. Я хочу поменяться. Я хочу служить другим, потому что все, что я сделаю другим, я сделаю для самого Бога. Я хочу быть ближе к Богу. Хочу быть более духовным, чем телесным. Хочу быть вечным, а не временным. Хочу быть правильным и правильным, а не кажущимся. А для этого я должен измениться. А изменение сознания происходит только через метанию. Греческое слово метаноя. Это означает, собственно, напросто, исповедь нашу. Покаяние. Когда я прихожу к аналогию и говорю, «Милосердный Господи, в присутствии священника, который отпускает мне грехи, прости меня, я вел себя так ужасно. Вот так, вот так, вот так. Делал то, то, то. Но я больше никогда не хочу так делать. Даже если я знаю, что я так сделаю. Даже если я чувствую, что я это сделаю. Но я должен искренне ненавидеть этот грех. И на момент исповеди хотеть никогда больше его не повторять. Вот это меняет наше сознание. Это делает нас ближе к людям и ближе, конечно же, к Богу, который сердце сокрушенно и смиренно. Никогда, по слову самого царя Давида, псалмопевца, не уничижит. Эта важная мысль должна не только первую седмицу поста, а на протяжении всего поста нас сопровождать. И мы должны помнить, хотя, конечно, становится тяжело. Первый день мы ходим героями. Уже на второй день улыбки с лиц пропадают. На третий день только самые подвижники причащаются, тело и крови Христовых, за литургию прежде священных даров. И уже начинают все жаловаться на спину, на ноги. Всем уже хочется, чтобы пост быстрее закончился. Вот такие мы хозяева Вселенной. Вроде человек венец создания, а вроде и не может что? Не может даже со своим желудком справиться. Нам, как захочется на третий день, колбасы. Вот вынь да положь колбасы. И постная пища уже не довлетворяет. Как хочется нагрешить, как хочется что-нибудь гадкое сделать. Ничего удивительного. А что делать, батюшка? Во-первых, не бояться. Во-вторых, понимать источник этого. Не всегда наше плохое желание – это наш скверный характер и привычка. Это еще и действия духов злобы поднебесной, которые помнят о том, насколько губительна для них любовь Христова. И желают сделать все, чтобы мы никогда не увидели и не познали этого блаженства. Быть с Богом вечно и всегда. И поэтому стараются изо всех сил сбить наш прицел, который нацелен на Бога. И тем самым совершить промашку. А промах по-еврейски – это грех. Именно вот эта погрешность, она и проявляется в том, что человек хотел как лучше, а сделал гадость. Хотел похвалить – в итоге унизил. Хотел порадовать – в итоге расстроил. Хотел вроде. Хотел сделать. Да, доброе дело. Стало еще хуже. Ничего удивительного. Это возникает именно там, где есть реальная перемена. Вот там, где бесы видят, что это он стал ходить каждый раз. Что это он стал каяться. Что это он с коленок не слезает. Вот они видят, что он может поменяться. Тогда они и кидаются на человека. Гораздо удивительнее и опаснее, если ты не чувствуешь противодействия. Это значит, что бесам даже подниматься лень. А они понимают – а, это у него временное влечение. Сейчас самую толстую свечку воткнет, и следующие полгода в храм не придет. Но мы же можем доказать не только им, но и себе, что наше отношение с Богом гораздо глубже, чем просто свечка и записка. Дело не в них. Дело в том, что мы хотим быть с Богом. А Он, как живая личность, требует нашего внимания. И когда, как невеликим постом, это внимание усилить, подарив Ему всю нашу любовь нашими скромными поступками и изменениями в себе. Я благодарю вас, отец Александр, за участие в программе. Спасибо большое и вам, и нашим телезрителям. Бог нам в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok